Музыка Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Удаление аденоидов – наиболее частая хирургическая операция в детской лорпрактике. Однако мало кто знает, что предложена она была еще во времена императора Николая I. И до настоящего времени практически не изменилась. А вот эффективность лечения аденоидов указанным способом даже несколько ухудшилась за счет слишком широкого распространения у современных детей аллергических реакций. Так неужели с той далекой поры не появилось ничего нового в медицинской науке? Узнаем сегодня у наших экспертов. В студии программы «Здоровье врачи-отариноларингологи» Михаил Денисов. Здравствуйте. И Игорь Калашников. Добрый день. Здравствуйте. Мне кажется, что сначала стоит разобраться в понятиях гланды, миндалины, аденоиды. Для человека непосвященного все это как-то из одной, скажем так, серии. Это наша защита, это наш иммунитет, это то, что защищает нас от факторов внешней агрессии. То, что создает нам иммунитет и то, что задерживает очень большое количество всяких вредных частиц, которые хотят попасть к нам в дыхательную систему. Они имеют этот лимфоид-аденоид-глочное кольцо Вальдера-Пирогова. Работает до определенного момента. И максимальная его работа находится примерно с 3 до 5 летнего возраста. Максимальная работа. Поэтому идет увеличение аденоидной ткани, идет увеличение миндалин. И когда уже к 8-9 годам иммунитет переключается на другие механизмы защиты, то тогда уже здесь у нас возникает как бы более свободное пространство. И, соответственно, вот эти вот признаки, симптомы, которые у детей, сопли, заложенность носа, затруднение сового дыхания, они уже значительно уменьшаются. Человек может родиться без аденоидов? Могут аденоиды никаким образом не проявлять себя? Человек не может родиться без аденоидов. Аденоиды есть у нас у всех при рождении, у каждого младенца. У всех детей он есть при рождении, но особенность лимфоидной ткани носоглотки, глоточной миндалины, такова, что она должна постепенно уменьшаться, и к 7, максимум к 10 годам от нее ничего не должно остаться. Так что у взрослого... Совсем в пустое место? Да, совсем. Она практически полную редукцию претерпевает глоточная миндалина, но иногда остаются участочки небольшие лимфоидные ткани в своде носоглотки. Иногда бывает так, что если был большой аденоид, если он полностью перекрывал носоглотку и не сработал механизм редукции глоточной миндалины, то есть уменьшение ее с возрастом, бывает так, что она остается на всю жизнь оставшуюся. И тогда человек будет всегда страдать затруднениями носового дыхания, воспалительными заболеваниями полости носа и синуса. Одной из наиболее частых причин определения, что здесь не все в порядке, является такой, как приехала бабушка, понаблюдала за внуком, и вдруг не нравится ей дыхание. Как-то не так дышит ребенок. Вот это вот одно из проявлений. А на самом деле, вот каким образом, что должно послужить поводом для родителей обратиться к врачу и выяснить, нет ли проблем? Внешние проявления, они уже, к сожалению, появляются тогда, когда это уже доходит, как сказал Михаил Валентинович, когда третья стадия аденоидной разрастания. Вот. Это аденоидный тип лица. Но это уже запущено. В основном родители, они обращаются, конечно, здесь и с тем, что у ребенка текут сопли из носа. Так вот, выделение слизи из носа ребенка, оно к аденоидам мало имеет какое-то отношение. Почему? Потому что слизь защищает слизистую оболочку от факторов агрессии. И чем больше факторов агрессии воздействует на ребенка, это вирусная атака, это бактериальная атака, это детский сад, это какие-то кружки, где они обмениваются, дети обмениваются антигенными вот этими структурами, друг на друга плюют, чихают, и дети изучают внешний мир. И выделение слизи из носа, это еще далеко не аденоидные ткани. Ну, далеко не аденоид. Вот. Но когда вот эта вот агрессия очень большая, то есть большое количество микробов, когда аденоид не успевает от них очищаться, он начинает увеличиваться в размерах, и, соответственно, у ребенка возникает затруднение носового дыхания. Сначала это возникает только по ночам, обычно так, когда он начинает спать, он начинает сопеть, храпеть, а потом это возникает и в дневное время, может даже сопровождаться осложнениями в виде атитов, тубатитов, ну и так далее. Вы сказали про аденоидный тип лица, чтобы было это понятно, давайте посмотрим, во-первых, картинки, вот что-то в этом роде, да, что значит аденоидный тип лица? Аденоидный тип лица формируется, когда длительное время у человека не дышит нос, и когда носоглотка перекрыта, это приоткрытый рот и разрастающаяся верхняя челюсть. К сожалению, когда сформировался аденоидный тип лица, а носовое дыхание ребенку не восстановили, то бывает так, что разрастается верхняя челюсть, нарушается прикус, и такие детишки долго и безуспешно лечатся у стоматологов-ортодонтов. Им надевают на зубы скобки, делают всяческие конструкции, чтобы поправить прикус, но, к сожалению, пока не восстановишь носовое дыхание и не уберешь аденоид, если он действительно там третьей степени большой, то это лечение может быть малоэффективным. Есть два основных способа определения размера и наличия глоточной миндали у человека. Вот, кстати говоря, одним из наиболее популярных, насколько мне известно, до сих пор является метод, когда просто доктор засовывает палец в носоглотку, ощупывает, но это мало того, что очень неприятно, но, наверное, это еще и субъективная оценка. Абсолютно правильно. Доля субъективности есть в этой оценке. Можно определить, есть ли он третьей степени. Если вводится палец в свод носоглотки, и ты сразу упираешься пальцем в лимфоидную ткань, то это аденоид третьей степени. Дифференцировать первую или вторую степень сложнее при пыльцевом исследовании носоглотки. Пыльцевое исследование носоглотки делают только совсем маленьким детям, которым нельзя выполнить видеоэндоскопию полустеноса подместной. То есть, если 2,5 или 3 года ребятенку, ему невозможно объяснить, чтобы он полежал и не вертел головой, то тогда, да, приходится применять такой дедовский, так сказать, способ исследования. Современный способ исследования, который можно применять детям с 4 лет, это видеоэндоскопия носоглотки. Наверное, еще страшнее для детей. Абсолютно безболезненный метод. Гибкий эндоскоп. Можно жестким, можно гибким эндоскопом. Ребенку в виде игры объясняется, что сейчас его нос покажут по телевизору. Эндоскоп вводится в нос, да? Да, эндоскоп вводится в нос и осматривается. Совершенно безболезненная процедура, которая занимает полторы минуты. В виде игры ребенку интересно посмотреть свой нос, что его покажут по телевизору. Они вполне благожелательно... На некоторое время обмануть-таки можно. К этому относятся. Ну, большинство, да. И после выполнения видеоэндоскопии полустеноса нет никаких вопросов, что делать дальше. Лечить консервативно или лечить хирургически. То есть консервативно лечить возможно, да? Да, с этого начинка. Ну, насколько это длительный и сложный процесс? Ну, вот удаление аденоидов, четких критериев, как, между прочим, как и в России, так и за рубежом, нет четких критерий. Говорит, вот, у ребенка длительное время насморка, давайте ему оперировать, к примеру, аденоиды. Сколько по времени? Ну, вот, пока наши эксперты, они сошлись на том, что 12 недель. Если у ребенка совсем... Насморк. Да, да. Длится насморк 12 недель у ребенка постоянно и не поддается никакому консервативной терапии, то это повод задуматься насчет хирургического лечения. Если это в меньшее по времени, то есть смысл просто подлечить, проконтролировать процесс. Потому что, еще раз говорю, аденоид формирует иммунитет ребенка. Это то, что делает, формирует иммунитет на всю оставшуюся жизнь. И если мы удаляем все-таки этот орган, бездумно, я не имею в виду, когда есть показания, бездумно, мы все-таки нарушаем защиту, местную защиту, фактор местной защиты мы нарушаем. Поэтому не всегда надо, когда не вот ребенок перестал дышать, к примеру, там, 2-3 недели, давайте удалять аденоид. Нет, конечно, стоит попробовать полечить консервативно. Есть физиотерапевтические методы лечения, есть хорошие спреи, пожалуйста, можно там с пелеокамерой или еще что-то такое. Все это поделать и лазеротерапия, терапия. Восстановить носовое дыхание, а дальше смотреть, как на это реагирует ребенок. Михаил Валентинович, правильно ли я вас поняла, что до 5 лет не нужно рассматривать вопрос об удалении аденоидов? Чаще всего до 4-5 лет вопрос об удалении аденоидов рассматривается, ну, всегда хирургическое лечение рассматривается строго в индивидуальном порядке. В редких-редких случаях мы оперируем детишек младше 4 лет. Родители между собой просто на мечах бьются по вопросу удалять, не удалять аденоиды. Кардинально противоположные точки зрения, и одна из них категорически никогда и ни за что. Что говорит Игорь Александрович абсолютно прав, так нельзя. Понимаете, подход к хирургическому лечению, к каждой операции есть четкие показания и противопоказания. Вот лучше скажите, четкие показания к аденоидуэктомии? В последней большой монографии американских авторов, профессоров Кеннеди и Вонга, четко написано показание к аденоидуэктомии, это хронический риносинусит у детей. Черным по белому написано, the first line treatment. То есть лечение первой линии, которая должна быть выполнена, ребенку с хроническим риносинуситом. Если у ребенка есть хронический риносинусит, и если у него есть аденоиды третьей степени, то это показания к удалению аденоидов. Если у ребенка аденоиды первой или второй степени, и это ребенок моложе 4-5 лет, его, конечно же, надо лечить консервативно. Вернусь к тому, что вот мы только двух маленьких детишек прооперировали, но мы их прооперировали почему? Они совершенно не дышали носом, то есть носовое дыхание отсутствовало, ноль. Было только дыхание через рот. И они болели более 15 раз в год. Здесь просто нет вариантов. Конечно же, такому маленькому невозможно просто ждать, что он постоянно будет болеть гнойной инфекцией в полости носа. Если у ребенка есть синусит, то есть воспаление, у более старших детей, начиная с 3-х лет, развиваются верхочелюстные пазухи, то есть у них может быть гайморит. Если большой гипертрофированный аденоид третьей степени, это персистирование постоянной инфекции и незаканчивающиеся синуситы. Не далее, как 10 дней назад мы закончили лечение ребенка, которому было уже 14 лет, девочка старшего возраста, но которая болела гайморитами практически бесперестанно. Более 5 раз в год. Получается, надо ли было до 14 лет ждать? Ну, к сожалению, так получилось, что никто никогда не делал эндоскопическое исследование соглотки, никто не делал и компьютерные томограммы пазух. Да, еще один из методов обследования – это компьютерная томография, которую конслучевая, которую можно выполнить также детишкам младшего возраста. Метод очень простой, занимает порядка одной минуты. Специальный аппарат, подбородок ставится на подставочку, дуга проезжает вокруг головы человека два раза, и получаются шикарные трехмерные снимки, на которых также можно увидеть гипертрофию аденоидов без инвазивных каких-то методик исследований. После того, как мы прооперировали девушку, вот эту 14-летнюю, у нее оккупировался синусит, и ребенок выздоровеет. Ребенок понял, что такое дышать. Да, и он понял, что такое дышать. Мы с вами в начале программы говорили о том, что операции по удалению аденоидов уже больше века. Ну, задавать вопрос, действительно ли что-то здесь изменилось, конечно, смешно. Понятно, что с развитием медицины изменилось наверняка. Ну, вот могу сказать, по своим детям было это, правда, много лет назад. Но тогда это, кстати, у нас есть картинка даже по классическому, вот, хирургическое лечение. Ну, выводилась, насколько мне известно, петля, срезался аденоид, и делалось это, причем, под местным обезболиванием. Насколько все это используется сегодня? Ну, могу сказать, что, допустим, если вы отъедете немножко от Самары, я имею в виду, там, в ЦРБ и так далее, все то же самое, как и сто лет назад. Мало что изменилось. То же самое в южных республиках России имеется в виду. Там, в принципе, все то же самое. Но, к счастью, к большому счастью, перевооружение медицины у нас сейчас идет, и появляется новая аппаратура, новое оборудование, которое позволяет... Это то, что мы сейчас видим, да, насколько я понимаю? Вот как раз это вот удаление аденоидов с помощью видеоэндоскопической техники и так называемой шейвера. Ну, вот картинка, скажем так, для нас малоприятная, да? Вот что на самом деле происходит? То, что сейчас трогают наконечком электроотсоса, это вот как раз аденоид. Вот разросшийся, да? Практически полностью перекрывает носоглотку. Вот это шейвер, специальный инструмент, который практически бескровно удаляется, лимфоидная ткань. Все это делается под контролем зрения. То есть, если раньше на ощупь выполнялось хирургическое вмешательство, то сейчас вот на экране доктор увидит то, что он делает. Убирается лимфоидная ткань, не травмируя абсолютно окружающих тканей. То есть, доктор делает только то, что нужно сделать. Операция малотравматична, совершенно, ну, практически бескровна. Смотреть больно. Как это на самом деле? А ребенку совершенно не больно, потому что такие вмешательства выполняются под наркозом. Весь мир сейчас оперирует аденоиды под наркозом. Под местной анестезией, несмотря на то, что... Местная, это, по-моему, российская ноу-хау, да? Даже Советского Союза, скажем так. Нет, почему? Германия оперирует половину всяких эндоскопических вмешательств под местной анестезией. Но такие вещи в носоглотке местно достойно не обезболишь. Местная анестезия в классике, она выполняется каким образом? Закапывание местно анестезирующего вещества в нос. Вы сейчас видели на экране, какого объема лимфоидная ткань. То есть она порядка... Вот здесь был аденоид третьей степени, порядка полутора сантиметров в глубину. По ней протекли капельки, свалились в носоглотку. Только поверхностно все это заанестезировалось. То, что в глубине, к сожалению, местная анестезия не заанестезировалась. Срезать аденоид петлю, это, насколько я понимаю, быстро. Сколько времени занимает такая операция? Такая операция... Если сама операция, то она тоже занимает от 10 до 15 минут. Но вся операция целиком чуть дольше выполняется, потому что ребенку дают наркоз. Сначала надо дать наркоз, потом выполнить операцию, потом все посушить, чтобы было хорошо. Ребеночек проснется и перевели его в палату. Современные средства для наркоза таковы, что ребенок не запоминает хирургического вмешательства. Зачастую детишки находились с мамой в палате. Естественно, они находятся с родителями. Потом их забирает персонал. Анестезиологам дают наркоз. Заснул, проснулся. Заснул, проснулся. Их возвращают в палату, они даже не запомнили. Они говорят маме, мама, ну сколько мы будем играть в палате? Может быть, мы уже пойдем домой? И потом, после удаления аденоидов, ничего не болит. Скажите, пожалуйста, в чем преимущество этой операции для организма ребенка в сравнении с той, что была классической? Отсутствие психологической травмы. Потому что при классической, вот правильно мы говорим, насчет анестезии. Анестезию мы делаем это просто, ну, большей частью доказано для самоуспокоения. Вроде мы как бы сделали анестезию, но на самом деле там ее практически нет. И происходят классические операции, они практически без анестезии. И травматические операции, очень достаточно, и психологическая травма для ребенка. И затем, здесь вплоть до заикания может у него быть, и полная боязнь врачей. Он вообще врачей не переносит. Здесь вообще этого нет ничего. И самое главное, что под эндоскопической операцией убирается все полностью, как было показано, вся ткань. А когда мы делаем классическое, мы можем часть ткани оставить. Потому что делается это вслепую, это опыт хирурга, делается это вслепой, но иногда часть ткани может оставаться. Действительно ли, что после удаления аденоидов в каких-то случаях они могут разрастаться вновь? Конечно. Могут разрастаться. Если маленький кусочек оставить, она обязательно разрастется. В обязательном порядке. Даже оставить небольшой кусок, она вырастет. Почему? Потому что это, еще раз говорю, орган иммунной системы. Но разрастается он, если ребенку до 8 лет. Если после 8 лет удаляется, это уже не вырастет никогда. Потому что, еще раз говорю, после 7 лет он заменяется соединительной тканью. Не то, что он атрофируется. Там замена идет лимфоидной ткани на соединительную ткань, и все, он исчезает. Его нет. И поэтому, если там что-то осталось, мы убираем, уже ничего не вырастает. А вот если мы удаляем в 4-5 лет, то, возможно, рецидивы. При оставлении. Да, при оставлении, да. Если это, если... То есть здесь от квалификации врача зависит, получается? От способа. Большей частью, да, и от особенностей строения носоглотки. Потому что строение анатомическое у каждого разное. Бывает такое, что просто-напросто хирург при традиционно классической аденоид-эктомии не может достать всю полностью аденоидную ткань. А при шейвером, при эндоскопическом, конечно, убирается всегда вся полностью ткань. Мы сейчас говорили о детях. Тем не менее, есть мнение, что аденоиды могут беспокоить и взрослых. Могут? Да, к сожалению, могут. Раньше считалось, что аденоидов у взрослых не бывает. Абсолютно. Когда я несколько лет назад проводил конференцию, мы ее назвали «Аденоиды у взрослых детей». Нам половина врачей сказали, Михаил Валентинович, аденоидов у взрослых не бывает, это нонсенс. Но мы, естественно, не на ровном месте проводили такую конференцию, потому что мы прооперировали порядка 25 взрослых человек, у которых не были удалены аденоиды в детстве. Даже несколько наблюдений было таких. Вот несколько мужчин, которым сделали операцию на перегородке носа. Три лазерных деструкции нижних носовых раковин. Радиоволновую деструкцию нижних носовых раковин. Все это выполнялось без эндоскопической техники, классическими способами. А нос так и не задышал, несмотря на все предыдущие хирургические вмешательства. После выполнения эндоскопической обследования было выявлено, что у этих пациентов аденоид третьей степени. Лимфоидная ткань полностью перекрывает носоглотку. В общем-то, практически предыдущие хирургические вмешательства были не нужны. После удаления аденоида у взрослых человек, это было 25-30-летние люди. 60-летний был мужчина, который до 60 лет промучился с отсутствием носового дыхания. И когда у него начался очень сильный храп в любом положении, на спине, на боку, как угодно, и остановки дыхания во сне, его жена привела к отлерингологу. После выполнения обследования оказалось, что там аденоид третьей степени, который остался с детства. После того, как удалили, носовое дыхание восстановилось. И купировались симптомы, естественно, апно и сна. То есть взрослым тоже все-таки не стоит сбрасывать со счетов такие моменты? К счастью, это встречается редко, но это есть. Ну, я вообще рада, что существуют такие технологии, которые позволяют утрированно в течение нескольких минут решить проблему. Но, тем не менее, я думаю, что каждый родитель бы предпочел не сталкиваться с этой проблемой. Есть ли какие-то чудодейственные методы избежать проблем с аденоидами у детей? Что нужно делать? Чудодейственных методов не существует, аденоиды будут в той или иной степени у каждого ребенка. Все зависит от условий существования ребенка, то есть от того условий, в каких он содержится, от частоты воздуха, от влияния дополнительных факторов агрессии, от иммунитета и от наследственности. Наследственность предрасположена здесь, она тоже играет очень большую роль. Все эти факторы, они все вместе, вместе, не один какой-то из них. А общее количество этих факторов влияет на формирование аденоида и на его размеры. Если факторы действуют в меньшей степени, то, соответственно, аденоидная ткань будет не сильно развиваться. Если, конечно, много этих факторов, загрязнение воздуха, аллергические реакции, сильный вирус на атаку и так далее, то, конечно, аденоид будет увеличиваться. Как этого избежать? Стараться все-таки более-менее вести нормальный образ жизни. И самое главное следить за гигиеной жилища, большая часть за гигиеной воздуха. Те же самые очистители, увлажнители. Гигиена носа, аквамарис, вот эти вот любые водички, какие хотите, морские воды, которые продаются постоянно детям. Если вы будете брызгать нос несколько раз в день, вы будете смывать те триггеры и те агенты, которые попадают на слизистые полости носа. И, соответственно, реакция раздражения будет меньше. Смотреть за тем, чем кормите ребенка. Если желудок будет вырабатывать много кислоты, один из факторов. И, конечно же, очень прошу не кормить ребенка за полтора-два часа перед сном, кроме воды. Кислота поднимается наверх. И один из очень важных факторов, который идет в закисление слизистой оболочки, увеличение аденоидной ткани. Спасибо большое за информацию и за советы. Давайте будем подводить итоги. Необходимость в удалении аденоидов хирургическим путем до сих пор является дискуссионной темой и поводом для серьезных родительских раздумий. И вовсе не о том, что попался нехороший врач, а о том, что все врачи вместе взятые не помогут, если ребенка окружают пыль, сухой, теплый воздух, если телевизор важнее прогулок и нет физических нагрузок. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин